Мои дорогие, в нашем прошлом видео мы говорили о мужчинах, а именно, что конкретно делает этого мужчину психологически взрослым, зрелым. Вот сегодня ровно та же самая тема пойдет только относительно нас, женщин. Что конкретно делает нас, взрослыми? Чем мы отличаемся от каких-то инфантильных дам? Да, соответственно, давайте вы будете смотреть на те маркеры, о которых я буду сейчас говорить, и будете в своей голове их обозначать. Ага, да, это во мне есть, а вот с этим надо поработать. Но я хочу, чтобы вы сразу понимали, это не пикаперский курс, и все то, что я сейчас буду говорить, совершенно не означает, что именно этими личностными качествами вы будете привлекать к себе мужчину. Отнюдь нет. Как раз таки мужчины любят каких-то таких инфантильных дам, которые вот с протянутой рукой, в каких-то истериках и так далее, да, вот таких маленьких девочек. Но сегодня речь о взрослых женщинах, а прежде всего психологически взрослых женщинах. И отличать такую женщину будет, конечно же, уверенность в себе. То есть это та самая самооценка, которая не завышена и не занижена. Она адекватная. Это уверенность в себе. А главным образом это будет выражаться в том, что психологически зрелая женщина не пытается самоутверждаться за счет унижения других людей. Мужчин или женщин, да, неважно, детей, коллег по работе, родственников и так далее. То есть она абсолютно и всецело уверена в себе. Ей не нужно делать какие-то унизительные вещи для того, чтобы почувствовать себя лучше, почувствовать собственную значимость. Второй маркер – это, конечно же, ответственность. Психологически зрелая женщина способна брать на себя ответственность. Она ее не боится. Она не боится принимать какие-то жизненно важные решения. Она не боится брать ответственность за своих детей. Она четко и планомерно, целеустремленно, вот сюда добавляем следующий важный этап, может строить свою взрослую жизнь. И даже если она останется одна, без своего мужа, мужчины, она может с этим справиться. То есть она не падает куда-то в обморок, а спокойно садится и принимает взрослые взвешенные решения. И вот эта тема… Мои дорогие, специально для вас я разработала гениальный дневник чувств и самоанализа, который поможет вам произвести полную перезагрузку вашей личности, пройти самостоятельную глубинную психотерапевтическую работу, где я буду с вами на каждой странице, в каждом слове и полезном действии. Я собрала для вас выжимку самых эффективных заданий для самостоятельной работы над собой. Выполняя эти мощные психотерапевтические упражнения и волшебные техники, вы научитесь лучше понимать собственные чувства и слышать глубинные желания. Вас ждет когнитивно-поведенческая психотерапия, гештальтерапия, транзактный анализ и работа с вашим внутренним ребенком, арт-терапия, где мы будем очень много рисовать, волшебные медитации, техники самопомощи при тревоге. Далее будет очень глубинная профессиональная ориентация и анализ ваших действительно истинных желаний, ресурсов, сильных сторон и способностей и многое-многое-многое другое. При желании дневник можно распечатать или же просто завести для выполнения заданий толстую тетрадь. Для того, чтобы приобрести этот дневник чувств и самоанализа, просто пройдите по ссылке в описании. И вот этот вопрос целеустремленности, это как раз говорит о том, что женщина способна логично, стратегично, планомерно мыслить. То есть она видит перспективу своих действий. Что будет у нее завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, и какие планы на год и далее. И таким образом она поэтапно достигает своих целей. Не топчется на месте, не впадает ни в регресс, ни в какую-либо стагнацию. Все развивается своим чередом. Только потому, что она грамотно подходит к этой логистике, к этому целеполаганию. То есть она все совершенно адекватно простраивает, прописывает и выстраивает. Она знает, кто она такая. Она понимает свои потребности, она их слышит. И она планомерно все это простраивает. Да, я врач, у меня там медицинское образование, у меня сейчас открывается своя клиника. Я сейчас буду вести свой ютуб-канал и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас у меня будет штат сотрудников. Вот, это такие взрослые, зрелые решения. Она полагается даже в этом смысле не на дядю Васю, смотрите, а на себя. Все время хочет это сделать самостоятельно. Вот это ее я. Она очень яркая. Она такая, в принципе, еще не взрослая. Если же женщина постоянно хочет спрятаться за начальника, чтобы начальник обеспечил работой, начальник что-то предоставил. Это я не хочу, чтобы вы сейчас как-то обижались, не хочу, чтобы вы сразу это как-то принимали близко к сердцу. Но брали на вооружение, что человек, который хочет отделиться от дяди Васи, это как раз шаги во взрослость, стать отдельным. То есть вне зависимости, какой бы он отрасли там ни работал, он хочет стать отдельным каким-то, какой-то единицей и создать нечто свое, нечто большее. Не быть причастной к чему-то, не спрятаться за кого-то, а вот, понимаете, сохранить свою собственную какую-то автономность. Так, вот это тоже важный маркер. Сюда мы еще к вот такой психологической, конечно же, зрелости отнесем с вами, что это эмоции, прежде всего, да, эмоциональная такая взрослая женщина, психологически взрослая, зрелая женщина может контролировать свои эмоции. И опять же я вернусь к тому, что это не пикаперское пособие, мужчины любят истерики какие-то, слезы, мужчины любят увидеть какую-то, ну что ли, где-то жертвенность, беспомощность, где он как рыцарь будет спасать вот эту несчастную женщину, утопающую в слезах и так далее, и так далее, да. И, кстати, у меня есть прекрасный курс на эту тему, пятичасовой марафон, да, по поводу женско-мужских отношений, обязательно его приобретайте. Там прям вот расписано все, как влюбить, женить и так далее, и так далее, и так далее. Вы совершенно не пожалеете. Прям методичка такая пошаговая. Соответственно, сейчас речь идет не об этом. Сейчас идет речь, прежде всего, о психологической взрослости, о том, что вы достигаете и финансово, главным образом, результатом в том числе. Дело в том, что психологически взрослая женщина, конечно же, должна встретить кого? Психологически взрослый мужчина. Понимаете? То есть это другой уровень вообще понимания вообще жизненных каких-то целей, другой уровень отношений. Это не просто там дочка-папа или дочка-сыночек и так далее, да, это просто два взрослых человека. Конечно, это большая редкость, и сейчас я несколько говорю это в такой, может быть, утрированной форме, что, естественно, нам с вами, всем женщинам, очень далеко до того, что я сейчас говорю, но мы хотя бы будем понимать, к чему нам стремиться. К чему, то есть над какими аспектами собственной личности стоит поработать. Так, значит, что еще мы можем сюда отнести? К этой эмоциональной зрелости мы относим сюда же вот этот, конечно же, и самоконтроль. То есть это никаких драк, это никаких истерик, это никакой такой неадекватной спонтанности. Все спокойно, выверено и так далее. Опять же, я хочу объяснить разницу. Мы все живые люди, и в нас могут жить самые разные чувства. Не бывает чувств плохих и хороших. Чувства есть более или менее зрелые, да, есть менее, есть более зрелые, есть менее зрелые. Соответственно, могут вспыхнуть любые внутри нас самые разные интересные ощущения в том числе. Но то, как мы будем действовать далее, вот это уже большой вопрос. Потому что зрелая женщина сможет разрулить эту ситуацию, она сможет договориться сама с собой, она может воспользоваться помощью психолога и сделать взвешенное решение. А незрелая женщина пойдет на поводу собственных эмоций и может наломать дров, да, может привести свою жизнь в такое очень разрушенное по итогу состояние. Поэтому, чтобы этого не происходило, наши эмоции, конечно же, должны быть подконтрольны нам, да. Это и называется эмоциональная зрелость. Мы должны прежде всего их регистрировать, анализировать, отслеживать, да, поднимать тему когнитивно-поведенческой психотерапии. А что это такое? А это работа с нашими мыслями. Мы выписываем наши мысли в блокнот. И если они иррациональны, то, конечно же, мы их оспариваем, находя контрмысль, то есть ту взрослую мысль, которая спорит, да. Где доказательства, задаем мы себе вопрос, что я там какая-то глупая, некрасивая и так далее, да. Следующий момент, очень, конечно же, важный, это самоуважение. Я полагаю, вы сейчас многие со мной согласитесь, что есть большой весистый процент женщин, у которых просто тотально и всецело отсутствует уважение к себе. И хочется вот сказать, ну что ж такое-то, Наташа, ну приди же ты в себя, ну где же, где же твое вообще, где же твоя какая-то вера в себя, где твое уважение к себе. Ну вот как бы, разве можно там, хочется сказать, там в камушке в окношко ему кидать, названивать по 150 раз в день, да, и быть такой навязчивой. Ну где твоя вообще какая-то, какое-то твое женское достоинство, да, приди в себя, приди в себя. И вот к вопросу про уважение, психологически зрелая женщина умеет себя уважать, и у нее получается побуждать других также уважать ее, как она уважает себя. Вот у меня поступил там один очень интересный вопрос в Инстаграме, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, все ссылочки будут внизу в описании. И девочка спрашивает, что ее постоянно где-то критикуют на работе. То есть весь коллектив позволяет себе срываться на ней. И вот на этот момент я такой экспресс сделаю ответ, вы задайте сразу себе вопрос, если у кого-то есть схожая ситуация, и вы чувствуете, что на вас смотрят как на такое какое-то слабое звено, вот здесь можно разрядиться, вот здесь какая-то жертвенная девочка, это вот про жертвенную девочку. То есть что такого жертвенного я транслирую, чем провоцирую нападать на себя. Ведь коллектив в некотором смысле это как стая, как стая каких-то там социальных животных. Соответственно, что я им такое показываю, что они вот нюхом чувствуют, что здесь можно. Если вы будете подетально это разбирать, то вы это увидите. Более того, вы можете посмотреть свой какой-то видеоролик, ну, к примеру, где вы и коллектив, да, много же каких-то там мероприятий, вечеринок. И так далее. Какие-то сабантуи. И все это записывается на видеокамеру, и вы смотрите, как ведут себя другие, как ведете себя вы. То есть как вы одеты, какой темброва вашего голоса, какая у вас осанка, какой взгляд, какая прическа, и так далее, и так далее, и так далее. Что говорит о том, что вы действительно жертва, потому что нападают на самого слабого. Что конкретно делает вас слабым? Так вот этот момент, я вернусь все-таки к нашим таким аспектам по самоуважению, ой, по взрослению, да, психологическому, чтобы вы понимали, это вот очень-очень-очень важный момент. То есть те, то отношение прежде всего, да, насколько вы себя уважаете, также будет показывать психологически зрелый вы человек, или находитесь еще в таком каком-то уязвимом и детском состоянии. Потому что жертвенность – это не что иное, как очень такой детский аспект, да, беспомощность в некотором смысле. Мои любимые, хочу представить вам три марафона по женско-мужским отношениям в записи. На этих трех марафонах в записи мы с вами будем говорить, как найти, влюбить, построить крепкие отношения, чувствовать себя единственным, неповторимым, в его руках. Какие существуют психологические приемы, обольщения, обольщения, способы воспитания щедрости и внимательности к женщине. Практические рекомендации о том, как подтолкнуть мужчину к созданию семьи и рождении детей. Во второй части, почему я нравлюсь тому, кто не нравится мне, и наоборот, мы будем об этом говорить. Как перестать бояться успешных мужчин, потому что часто и такое бывает. Первое впечатление, как понять, что это он, как и кому можно доверять, устраивает ли проверки своему любимому, и если да, то как. В каких случаях и когда с ним нужно расставаться, или что делать, если слишком сильные чувства захватили вас. Его безразличие к вам, что делать. Стесняюсь своего тела, как полюбить себя и раскрепоститься. Первая встреча и секс, когда и как это лучше сделать. Если сексуальная конституция, предпочтения не совпадают, как быть об этом и многом другом, мы будем с вами говорить на первой, второй и теперь расскажу и третьей части нашего с вами марафона в записи. Мы будем говорить много о конфликтах, о ссорах, о том времени друг для друга, которое нужно уделять, про вашу женственность, как ею пользоваться, стоит ли удерживать партнера, если да, то в каких ситуациях. Мы будем говорить о том, что такое вообще семейное счастье и как к нему прийти. А в третьей части, кто вам действительно нужен, вот об этом, да, больше мы будем рассуждать, на какие минусы вашего партнера нужно закрывать глаза, а на какие минусы нельзя закрывать глаза. И что делать, если он оказался пассивный, трусливый, эгоистичный, нытик, зависимый, абьюзер и так далее. Еще мы будем говорить о финансах, что делать, когда он хочет партнерские отношения, да, ты платишь за себя, я за себя. Что делать, если он уселся вам на шею, и как вообще вырастить миллионера. Вот про эти вещи по поводу женско-мужских отношений мы и будем говорить с вами в этом 15-ти в общей сложности часовом марафоне в записи. Вы можете его приобрести отдельно, первую часть можете приобрести, вторую, можете приобрести третью, или можете приобрести сразу 15 часов с очень большой скидкой. Обязательно переходите по ссылочке в описании, чтобы приобрести эти марафоны в записи по женско-мужским отношениям. Так, далее, значит, про целеустремленность я сказала. Эмпатия и толерантность. Мне бы хотелось объединить эти два понятия, потому что они неразрывно связаны между собой. Эмпатия, толерантность вытекает из эмпатии в некотором смысле, а эмпатия из толерантности. То есть одно без другого, ну, конечно же, возможно. Ну, например, существует такая когнитивная эмпатия, когда человек просто понимает, как надо себя вести, но при этом эмоционально присоединиться не может. Он знает, что правила поведения, они вот такие, что нельзя обижать такую-то, такую-то, такую-то прослойку населения, людей с особыми потребностями, ЛГБТ-представителей, какие-то национальности, и вот он может проявить эту толерантность. Или, там, нельзя обижать людей с лишним весом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но при этом он ничего нарциссично не испытывает. Понимаете, в чем дело? Он абсолютно безразличен. Более того, мне даже кажется, что у либералов в большинстве своем та самая какая-то когнитивная эмпатия, где на уровне логики они вот как-то приходят к выводу, что, да, вот надо так себя вести, а вот так себя не надо вести. Потому что вот сегодня, ну, это в некотором смысле такие конъюнктурщики, да, на повестке дня вот стоит такая идеология, и мы должны ее разделять вне зависимости, согласны, там, не согласны, как будто нет своего мнения даже. Кстати, сегодня такая информация поступила, что Байден говорит о том, что открываете границы, а Байдену, ну, по всей видимости, нужны вот эти голоса, да, мигрантов, которым он даст эти как раз право голосовать. Соответственно, Техас кричит, нет, мы ставим свои колючие проволоки, и уже начинается такая междоусобица, и, возможно, все придет к какому-то там внутреннему серьезному конфликту. Но Техас хочет отсоединиться, они хотят стать, они уже очень богатые, Техас добывает свою собственную нефть, ее очень много, это же бывшая мексиканская территория, они оттяпали у мексиканцев этот лакомый кусок. И сейчас идет драка за это Техас, я, честно говоря, за то, чтобы Техас отделился от США. Ну вот, соответственно, вот таким вот образом мы с вами тоже это посмотрели, да, какие основные моменты. Давайте еще раз пробежимся, давайте еще раз пробежимся и посмотрим. Все-таки наши с вами основные такие позиции, это уверенность в себе, самостоятельность, да, самостоятельность в отношениях, кстати, тоже психологически зрелая взрослая женщина, она готова к диалогу, что давай мы это любимое обсудим, давай об этом поговорим, она не перебивает, она думает о своем партнере, она не пытается, опять же говорю, как-то заткнуть, размазать и так далее. То есть это действительно взрослый человек, и она призывает к этому самому взрослому диалогу. Понимаете, в чем дело? К такому очень конструктивному, к тому, чтобы мы пришли к общему консенсусу, чтобы действительно сделали важные выводы, да, и нашли общие точки соприкосновения, как мы будем справляться с той или иной какой-то кризисной ситуацией. И все-таки, вот возвращаясь к теме эмоций, психологически взрослая женщина не вязнет в тревожно-депрессивном состоянии, она умеет справляться с любыми стрессовыми ситуациями, брать себя в руки. То есть они ее не выбивают из колеи, да, ей хватает какого-то небольшого количества там отрезка времени для того, чтобы привести все свои мысли, и все свои чувства, все свои какие-то дела в правильной такой форма. Вот таким вот образом. В прошлый раз я говорила про мужчин и поднимала, кстати, тему развода. Такая была у нас с вами, да, кульминация, развод. Не самая приятная. Но в данном случае здесь так же. А она спокойно идет на урегулирование всех конфликтов, неясностей и проясняет все дипломатично. То есть вот этот аспект дипломатии, он как раз-таки присущ, в принципе, согласитесь, неважно, мужчина или женщина. Это показатель взрослости, дипломатия. И вот всех вас я призываю к той самой дипломатии, чтобы вы могли в любые какие-то ситуации непростые, да, какая-то конфронтация, где-то сцепились, выйти сухим из воды, выйти сухим из воды. Вот при помощи вот каких-то таких хитрых путей на самом деле, да. То есть будьте мудрее, призываю вас к некой мудрости, быть над ситуацией. Не внутри нее, не пытаться как-то в омут с головой прыгнуть в эту эмоциональную лаву кипящую, потому что ничего хорошего в эмоциях нет. Тот, кто зашел в эмоции, запомните, всегда проиграет в этом бою. Именно я имею в виду не в драке, даже в драке на самом деле лучше соблюдать вот это какое-то хладнокровие, даже в драке, когда выходят на ринг бойцы, их задача зайти не в эмоции, а зайти в четкую технику и понимать, что ага, ему нужно дать по печени и в челюсть своему противнику. Вот здесь как бы ваша задача сохранять этот контроль. Потому что любой какой-то спор, любая какая-то демагогия поможет вам выиграть, если вы будете сохранять вот это внутреннее самообладание. Вы не уйдете в этот занос, вас не начнет куда-то кружить в непонятную степь. Все для вас будет логично и предсказуемо. Поэтому, конечно же, очень важно стремиться к этой эмоциональной зрелости, соблюдать этот самоконтроль. Так что вот, и что касается темы секса, мы тоже относительно мужчины с вами говорили, конечно же, психологически зрелая женщина думает и о себе, и о своем партнере, и об отношениях в целом. Это могут быть там плоскость и любви, это плоскость дружбы, это плоскость секса, это плоскость какого-то и родительства, и так далее, и так далее. И все это разные какие-то плоскости, а это один и тот же человек, с которым вы работаете над своими отношениями. Поэтому сказать, что вот здесь включить всецелый тотальный эгоизм я не могу, потому что это другая уже тема. Тотальный всецелый эгоизм подходил в ролике для очень неуверенной в себе женщины, которая боится заявить о себе и т.д. Вот так. В данном случае речь идет о том, что вы психологически зрелый человек, и ваш партнер также психологически взрослый. Так вот, давайте еще раз пробежимся. Уверенность в себе, адекватная самооценка, самостоятельность, самостоятельность в отношениях, ответственность, эмоциональная зрелость, сюда же можно отнести самоконтроль, самоуважение, целеустремленность, толерантность и эмпатия. Это вот такие основополагающие вещи, на которые мы с вами все-таки как-то ориентируемся, чтобы понимать, в каком направлении двигаться, то есть некий импульс к действию. Пусть сегодня и нам до всецелого какого-то такого, в некотором смысле, что ли, перфекциониста по взрослению нам еще далековато многим, но понимать это все-таки нужно. Вот так, вот так. Ну и, кстати, хорошая штука, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, зачем мне это нужно. То есть я буду психологически зрелой, и тогда мне это даст это. То есть что вам это даст? Зачем вам быть психологически зрелой женщиной? Какие бонусы и бенефиты это вам сулит? И какие, кстати, напишите, могут быть у этого минусы? И могут ли они быть? Вот так, мои любименькие. Ну как вам мой вид позади меня, роскошный, найти горы? Вообще, конечно, Мехико потрясающий город. Это самый большой город в мире, кто не знал. Но климат здесь тяжелый, так как он находится высоко-высоко в горах, воздух чрезвычайно такой разряженный, и особенно в зимние месяцы он очень-очень сухой, и у всех начинается аллергия, поэтому я не исключение, я тоже с этим столкнулась. Вот такие вот дела. Поэтому я живу сейчас с кондиционерами, увлажнителями воздуха и так далее. Но при этом, конечно, вы сами видите, что круглый год здесь весна практически, здесь не бывает, ну крайне редко бывает жарко или холодно, здесь круглый год 20 градусов. То есть ты все время носишь футболку и сверху какую-то легенькую кофточку. Вот так. Вот мои любименькие. Ну, напишите, как вам моя кофтюлечка? Вот такая интересненькая. Я думаю, вы уже ее должны были где-то видеть, наверное. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там каждый день я для вас публикую безумно интересные статьи. Три, порой четыре какие-то, да? На тему самую разную. Начиная от воспоминаний из детства, каких-то интересных историй, заканчивая каким-то обзором политических новостей. То есть я говорю обо всем. Про наших звезд, даю психологические рекомендации, много-много-много дико всего интересного. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там есть практически каждый день я публикую интересное видео. Интересный также пост какой-нибудь выкладываю. Сторисы здесь и сейчас ежедневно снимаю, и вы видите, что со мной происходит в данную секунду. И поэтому это дико интересно. И там можно, конечно же, писать комментарии. Я все читаю ваши комментарии. Обязательно их оставляйте. Я смотрю их. И нажимайте на кнопочку подписаться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Нажимайте колокольчик. Потому что если вы этого не сделаете, то вероятность того, что вы пропустите очередное полезное видео, велика. Соответственно, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик. А еще лучше оставьте какой-нибудь интересный комментарий. Для меня это будет очень важно. И это будет мотивировать меня снимать гораздо больше, чаще и более объемнее что-то, да? Стараться искать какую-то новую-новую тему. Все, мои любименькие, я вас целую нежно-нежно и обнимаю.